доброе утро всем ой помощница мамина все позавтракали вот ага составляй алина должна приехать у тома им фортепиано сегодня уроки повторяет учитель по сольфеджио даже позвонила мне среду после занятий так тому хвалила говорит вот сейчас она прям стала понимать вот все что я и говорю вижу что она все понимает и делает очень хвалила конечно сольфеджио очень сложный предмет первое время прям тяжело было с том очки а сейчас вот ничего втянулась повторяй повторяй доча повторяй хорошо хорошо же не надо было позаниматься с томой вчера не смог только сели до софийка как устроила скандал девчонки вроде как заправили постели ой ну все равно все валяется телевизор орет ладненько пока насти посуду убирайте же везде все по прибираю быстренько каждый день одно и то помогла молодец молодец софей любит строить что-нибудь построить сломает построить сломает на улице холодно а нас как без рукавки в колледж поехал а завтра мы уже поедем сегодня настя в колледж на страны на обтушку поедем сейчас я покормлю сейчас у меня сегодня обычный куриный суп с лапшой мелкой гречку приготовила девчонки торопятся их выжили которые к нам вчера в гости приходила в гости позвала вася сейчас повезет дому и за одну девчонок завезет туда в гости зачем платье на платье хочешь в которых шарик надо фубе софи фубе давай мы оденем футболочку софи ты же все замараешь замараешь давай футболку иди у тома посмотри тома на футболке носят а софики чуть-чуть только длинноватый господи боже мой софи все все поехали вася там побудет стома и у нее полчаса всего фортепляна стирки накидали у нас на улице кстати прохладно с утра прям снег был сейчас уже правда растаял сыра просто стало а с утра снежок и измерость можно так сказать да кесси измерость тут кушать софи ребенки быстренько поели побежали не будешь кушать бабушка покормит давай деда за продуктами съездил да наконец-то скажи купил продуктов деда а то дома голяк да так а ты уже забрал сейчас будем ставить хлебопечку хотим в этом верновую в албере заказывали принесся а детям хлеб купили они не очень хотят есть хлеб который мы печем вот ну вася взял помидоры капусту яблоки молоко у нас разлетается яйца взяли побольше потому что хотим пирожки сделать мы делали когда диме ну не надеялись в общем поэтому яйца взял и и сыр и тут еще какие-то вафли еще взяли но мы завтра с васи поедем за продуктами вдвоем уже и купим уже это сейчас то что нам просто необходимо сейчас это и не нужно вот нас на сегодняшний день а завтра поедем уже с папкой вдвоем купим все вкусно деловая пальчик умеет показывать огурцы а чем забыли а я не написала нет ну ладно завтра завтра все купим капуста вот такая была огромная я или как понимаю то мы сегодня ходила на фортепиано ей 4 поставили а потому что невозможно в этой бедному ребенку заниматься только садик софика начинает орать ей тоже надо то же самое да не даешь заниматься совсем ну и женьке бы еще бы помогла женьке тоже никогда то танцы то у подружки вот сейчас тоже вот придет пять сказала в 6 танцы вот папку муку забрал сейчас как раз поставим нам хлебушек а дети мы купили что софия делает на горшочке сидит ты умница сама попросила что ли дочь ничего себе вот это да не надо говорить вот это слово надо избавляться от него порвался мой надо тебе побольше купить шариков да скажи мама купи мне шариков побольше всяких все совсем порвался папа женьку на танцы во сколько ну время без десяти шесть золотой наш ребеночек да да вот горшочек ну ладно посидела и ладно че молодец умница умница уже говорила ездила в колледж и послушайте ее дипломную работу курсовую диплом нет диплом тема дипломной работы задачи с практическим и межпредметным содержанием в начальной школе их роль в процессе формирования мотивационной составляющей обучения ну как я это понимаю типа но это математика то есть какие за как задачи с практическим решением у детей вот эти вот межпредметные результаты это например коммуникативные то есть типа т.д. ожидания группе да вот задача вам какие результаты универсальные учебные действия у д они же обсуждают между собой значит они общаются это коммуникативные господи для меня это я даже не понимаю о чем это говорит процессе формирования мотивационной составляющей как вот эти вот задачи являются ну типа делают ну как это создают мотивацию или как сказать уже ли русским языком нельзя это писать мам русский язык я ущида жидят и если бы мне это задали я даже прочитать нормально не могу я даже не понимаю что это написано кашу роль эти задачи играют в процессе формирования то есть как задачи эти влияют на мотивационную составляющую обучения типа ребенку интересно же получить результат ну там за ответ на задачу но я так ты понял все равно мне часто непонятно саша вчера тоже читала приходит она почти каждое слово она кубановедение написано прям взрослым языком она мама это что это что за слово а это она даже не понимает что она читает пятерку она получила потому что мне каждое слово пришлось ей объяснять и вот на что сейчас мне читает у меня в голове даже кубики не складывается читает какая у нее дипломная работа понедельник опять будем это по крайней мере будет помогать но не будет она мне помогать на ли просто объяснить что должна быть дипломной работе и все основная сама все дела ну не понятно но все равно они так что вот тебе задание и иди и делай хотя бы план составить и кого-то уже легче уже все равно потом например вот как я курсовой писал ты находишь какую-то информацию да ну ее переделываешь там под себя все нельзя же просто скопировать ставить все равно ты читаешь информацию какую-то сама сочиняешь пишешь прихожая смотрит если нормально к следующей голове там переходите ну да вот это помощи есть это очень хорошая помощь не так что барахты еще плюс надо будет презентацию потом сделать потому что что курсовая дипломная не просто ты приходишь дипломной работы несколько экземпляров печатаешь на комиссию как у нас на курсовой было печатаешь им отдаешь делаешь презентацию для себя пишешь тезис на там на пол листа 4 что вообще твоя представляет дипломная работа и по презентации объясняя чтобы они поняли они потом еще кучу вопросов задают и уже исходя из этого сделать выводы и оценочку ну хорошо хорошо это к тому что у нас очень часто пишут что насти бросила учебу а сейчас еще практика вот понедельник пойду и все буду разоспрашивать когда чел какие уроки у нас кстати насти разговаривала не рассказывала подружка помните ирина которая к нам приезжала на свадьбу вот она как и насти в этом году заканчивает да да потому что тоже получилось шла со второго курса с колледжа я закончила второй курс она не закон она в начале второго курса осенью ушла вот она к нам на свадьбу приезжала и больше не вышла я так поняла нет явно с мам свадьбу меня уже было после второго курса а она уже была ушла она уже год этот учебный не училась с нами марте на живу отправили на коронавирус она уже с нами не жила она в октябре по моему ушла и вот мы полгода я без нее училась там до марта в марте уже все мы все уехали и она перевел типа переводом но ее также как и меня у меня не взяли на третий курс и ее не взяли на второй курс не на первый в общем ирина красивая девочка такая вот она нынче как и на это заканчивается коль работает ну да да она работает на дополнительном как это соцпедагог на 100 педагогом до работы у нас то что тут в ладожской требуется насти я пойду я бы сейчас я сидеть не буду нет где садик сегодня у нас я хочу с коллекционами не на что тут загорелась я пойду на работу я бы нет все что хочешь только после того как получишь свой диплом потом потом еще учиться надо ну это понятно софика постарше станет сейчас нет сейчас маленькая ты говоришь на следующий год легче ну вот диплом получи потом легче кстати алина уже выехала она мама я везу тебе банки и везу тебе сумки я была одна поэтому будем ждать алиночку вот твои сумки да замерзлась привет у нее вот так же как у меня кроссовки подошву потрескалась да ты чё я говорю заноси пусть папа это заклеит это твои между прочим бесполезно клеить надо новые покупать значит завтра с утра встанете съедите обе кроссовки купите а потом мы с папкой поедем за это за продуктами там у тебя бесполезно клеить ты как будто пять лет их носил я думала ты нынче купила господи вы чё так шумите не шуршите господи ох шуршалки опять настя вам набрала о и софия даже идет целую тащит целый пакетик даме алина приехала так духами вкусно пахнет да у нас зрители спрашивают что за духи на тебе были что за аромат который даже этому понравился таксисту а название какое а бутылев че выбросила уже закончился стоит где-то на полочке а потом напишите название ну хорошо хорошо а сейчас какими на тухаре с тоненький такой ароматом тихонечко так пахнет вот который я забрал отрицеп коричневый который настя хотела хотела а ты отдала она которую я хотела мне отдала а все таки отдала все таки вкуснее есть они намного послаще так ладно дорогие мои девчонки там уже пошли кушать потом кстати еще ли они понравились все духи которые показала этого подарила ты три взяла я поставила на полочку говорю пользуйся около зеркалца да да ну даже вообще не жили ну конечно кто хочет то теми пользуется правильно мы также жили так все мы пойдем сейчас детей кормить ну да всех и будем уже с вами прощаться завтра завтра девчонки поедут себе кроссовки выбирать и И, наверное, поснимает. Вот там, где это, да? Там же хороший магазин. Девчонки съездят. Ну, что тут? Купят. Ну, надеюсь, говорю, поснимает. Все, всем пока. Всем пока. Купите, конечно. Это больше не будет. Пока.